Школьные каникулы, самое время отдохнуть и немного расширить кругозор. В День защиты детей по инициативе губернатора Олега Кожемяка в Приморье запустилась Арсеневская карта. Так, весь июнь проект работал в пилотном режиме. Воспитанники пришкольных лагерей города бесплатно посещали театры, музеи, проникались историей и культурой края. А сегодня по Арсеневской карте для юных жителей региона была проведена экскурсия в Приморском океанариуме. Всего в океанариуме основные экспозиции это эволюция микромир, российское водное пространство и тропики. Безусловно, детям, маленьким детям, в первую очередь, интересны тропики как наиболее яркие. На втором месте идут российское водное пространство, как пресноводное, так и холодноводное, потому что там большое количество живых объектов, но они не такие яркие. Ну и опять-таки, там, конечно же, есть пингвины и нерпы. Ребята смогли познакомиться с интересными и необыкновенными морскими жителями, погрузились в волшебный подводный мир. Мне больше всего понравились морские котики. Мне больше всего запомнился белый медведь, пингвины и морские котики. Школьники внимательно слушали рассказ экскурсовода о морских животных, снимали фото и видео. Все дети остались очень довольны и получили много приятных впечатлений. А ты что-нибудь новое сегодня узнала на экскурсии? Да, что нерпы на час заглатывают воздух и спят под водой. А когда у них воздух заканчивается, они ныряют и опять берут воздух. Я уже тут, по-моему, пятый раз на поле выше, и мне здесь постоянно что-то новое рассказывают. А после экскурсии дети проходили квест. Им вручили карту старого пирата с увлекательными заданиями. Проверка на ловкость и отвагу, разгадка пиратских посланий, решение головоломок. Мы на запад двигаться должны. Этот путь нас проведет к желтым стражам местных вод. Хорошо. Куда мы должны идти? На запад. С 1 июля проект «Арсеньевская карта» запустится в Артемовском городском округе и Надеждинском муниципальном районе. Также планируется постепенное расширение действия программы по всем муниципалитетам края. Школьники от 6 до 13 лет смогут посещать музеи, театры и другие культурно-просветительские места. Анна Дьякова, Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.